Уважаемые коллеги, меня зовут Павел Галебников. Я в настоящий момент являюсь директором центра развития электронного обучения в Московском университете Синерия. Хочу сразу сказать, что в отличие от двух предыдущих характеров, я не являюсь ни преподавателем, ни активным википедистом. Вопрос, а что же я тогда сделаю? Дело в том, что я уже 20 лет занимаюсь электронным контентом и временно 15 лет электронным учебным контентом. И возглавлял центры в священно-дистанционном электронном обучении в трех московских клубах. Так что тема мне очень близка. Что касается википедии, я формально нахожусь в составе людей, которые википедию правят, но не очень активно ее правят. Я скорее сторонник объединения направления образования и википедии как того образовательного ресурса, о котором... Ну, пару слов, да? Как менялся контент? Был список, потом книга или кодекс, как говорят всегда вреды, да? Потом появился электронный контент, и потом электронный контент стал, что мы сейчас называем ее 2.0, да? Превозился в некое публика. Если говорить об электронном контенте, как он развивался за последние пять лет, это была информация, которая только отборкалась при помощи электронных, а потом... Потом появилась понятие гипертеста в шестидесятых годах, которое расцвело уже в девяностые годы, скажем так. Потом появилась концепция мультимедия и гипермедия, которая жила сначала сама по себе, а потом поселилась в интернете. Это, условно говоря, девяностые годы. Потом начинается наше время, это контент в результате деятельности поисковой системы, т.е. если у вас нет в поиске, значит у вас нет вообще в интернете, а если у вас нет в интернете, значит у вас нет распространенного сообщения. И последнее, это контент в результате социальных сообществ. Это социальные сети и видео. Вот мы сейчас находимся на последнем этапе, ну, он объявляет этот результат, скажем так, последние четыре, как минимум, стадии. Если говорить о учебном контенте, очень интересный вопрос, по какому принципу строить электронный учебный контент. История у нас заставляет строить этот контент как версии. Типовая книжка, это что такое? Раздел, глава, параграф и т.д. В интернете все строится по-другому, в виде пластера. Ряд понятий связаны между собой производными связями. Википедия может быть подтверждение тому, что знание ему строится не только вот так, но и вот как и вот так. В результате мы примерно пять лет назад пришли к тому, что традиционное понятие электронного учебного курса, которое использовалось в дистанционном обучении, мы принимали от первой акции, от последней. То есть сначала у нас была типовая иерархическая структура, тема, тезис, субтезис. Потом у нас это стало становиться чуть сложнее. Потом мы пришли к понятию связи симпатических единиц, т.е. курс в виде сети. Ну и последнее это, а почему он тоже должен существовать внутри себя, почему у него неразумные связи с сетями других курсов и с облаком контекста, которые существуют в другом месте. Да, вот структура, который вызывает... Да, социальные сети принимаются не в узком смысле социальные сети, как Facebook и так далее, но и любое сообщество, которое что-то творит в сети. Мы должны понимать, что на самом деле новый контент – это необязательно новый фотоснимок или новый текст. Новый контент может образоваться вот таким образом. Это старый контент плюс новые связи. Образуя новые связи, мы получаем абсолютно новый контент. Ну вот самый типичный пример, который у нас встречается в последние годы очень часто. Берется какая-то красивая фотография чужая, берется какой-то чужой тезис или известное выражение, объединяется в том, что сейчас называется демодиватор, да, и этот демодиватор расходится тысячными ссылками по всей сети. Вот пример того, как человек использовал два узка старого контента, получил совершенно новый контент. Ну это может быть простой пример, но на самом деле и более сложная история. Ну и что же мы сделали? Примерно в 2008 году мы перебородим образом. Вот это у нас маленький кусочек нашего ушибного курса. В этом учебном пункте, давайте я спереду потом назад, с курса, скорее всего, его внешний мир, конечно, такой, но это тоже кусочек вековый. Имеется текст, с которым есть вот такие вот микроигоночки, и эти микроигоночки ведут к соответствующим... Да, этими микроигоночками обозначены какие-то семантические единицы внутри курса. Как правило, это люди, какие-то персоны, предметы из предметной области, термины, географические и т.д. Вот мы выбрали в тексте... Хочу посмотреть что-то про бисмарка. Справа — это традиционные иконочки для внутри курсовых переходов. Это как бисмарк встречается вот в этом электронном учебном пункте. История государства и право зарубежных стран, да? А слева мы видим обращение к неким внешним ресурсам сети. Первая из них, конечно, Википедия, да? Ну, есть и второй, и третий, расскажу о них попозже. Мы видим, что совсем не обязательно внутри курса делать какой-то глоссарий или прямо в тексте описывать биографию бисмарка, да? Совершенно замечательно студент может это сделать вот таким образом, почитав о нем такие википедии. Ну, кроме этого, он может получить различные портреты бисмарка, просто нажав на соответствующую кнопочку, да? Через поиск по углу портретов. То есть есть такая настройщика. Вот это внутреннее, это наш внутренний поиск по другим электронным курсам, да? Имея библиотеку около 200 курсов, очень интересно понять, что контексты бисмарка не ограничиваются курсом истории своего обучения, да? Мы можем посмотреть, как он используется и в других местах. Ну, и, соответственно, мы назвали такой вещь-темин, это мушевертизаторный объект дектора. И вот эти википедии, они, соответственно, у нас получаются мушевертизаторные объекты. И, соответственно, мы пытаемся искать по тем источникам, которые мы считаем правильными источниками для обучения. То есть это наша позиция создателей контента, да? Мы выбираем правильные источники и направляем студентов к этим источникам. Соответственно, к этим источникам, да, это не прямые свитки. То есть надо ставить такое количество... Да что ж такое? Ты не жутной кофе, если будешь здесь вообще? Буду назад. Буду назад руками выдать. Спасибо. Соответственно, все эти иконки — это непрямые свитки. Доставлять огромное количество прямых свиток руками было бы просто непозволительно, потому что столько ресурсов нет. Это поисковый запрос к соответствующим ресурсам. Поисковый запрос к библиотеке, к гуглокартам, к собственной библиотеке курсов, к правовому сайту, к инсультантам курса, которая есть поисковая система. Чем это лучше, да? Ну, поисковый запрос, в крайнем случае, может не сработать, да? В отличие от прямой свитки, которая может пропасть и указать неизвестный куда. Да. Пять минут. Пять минут. Пять минут. Так, хорошо. Значит, давайте я перейду. Вот такова, понятно, у нас практическая вещь, да?